После армии Андрей Телин выбрал работу в патрульно-постовой службе. Молодому человеку понравилось и общаться с людьми, и охранять общественный порядок. Через три года он поступил в Нижегородскую академию МВД. А дальнейшую службу Андрей Викторович проходил в качестве участкового у полномочного. Я стал участковым, потому что у него, во-первых, полномочий больше, служба интереснее, потому что уже имеешь дело с материалами, то есть производство уже по делам ведешь, как, например, по административным материалам уже ведешь производство по делам об административных правонарушениях, уже непосредственно общаешься с гражданами, с организациями. Сериотипный портрет участкового – это скромный и простой сотрудник полиции, который не имеет высоких званий и особых полномочий. На самом деле служба участкового – одна из основополагающих в системе органов внутренних дел. Каждое четвертое преступление раскрывают именно они. У него огромнейший вклад в правопорядок и в обеспечение как общественной безопасности, так и в охрану общественного порядка в общественных местах и на любых массовых мероприятиях. Плюс миллионы, наверное, по стране семейно-бытовых конфликтов разрешаются участковым и полномоченным. И только благодаря им, их работе, у нас не совершаются тяжкие и особо тяжкие преступления на бытовой почве. В опорном пункте участкового почти не застать. Охрана общественного порядка на своей территории, раскрытие преступлений – это далеко не основные задачи сотрудника. На нем лежит большая нагрузка и ответственность. Часто участковые работают даже по выходным. А в подведомстве одного человека может находиться от трех до пяти тысяч граждан. Уважаемые коллеги, поздравляю вас с Днем участкового и полномоченного полиции. Хочу поблагодарить вас за добросовестную службу, мужество, выдержку, ответственность, за готовность прийти на помощь всем, кто в ней нуждается. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья. Светлана Юрунова, Сергей Рябов, Служба новостей Саров, 24.